хорошо лали лариса пчеленцева помолитесь перед началом служения аминь почему-то я сразу думала что вы мне скажете свобода да здравствует свобода бог ты наш ты наш победитель иисус христос царь и мы это провозглашаем в этот мир и ты наша победа ты знамя ты наша любовь и мы благодарим тебя за твою любовь который ты изливаешь потоками реками на этот наш мир который ты устроил и которого который так возлюбил каждого человека благодарим и славим тебя сегодня и просим тебя и ве ищу больше знамений чудес исцелений в нашем чате и прибывай с нами наполняем наш дух святой до избытка чтобы мы шли и возвещали чудеса твои чтобы мы шли и святили чтобы мы просто радовались что ты наш бог ты наш папочка благодарим тебя и славим тебя и превозносим во имя иисуса аминь аминь спасибо лариса давайте скажем аминь 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 кто может сказать какую атмосферу вы сейчас испытываете кто может поделиться лариса полную свободу вот свободу и радость радость от того что свобода вот радость от того что никакие кризисы никакие болезни они не давят и это не наше наследие а наследие наше просто наслаждение вот у меня такая радость свобода от обстоятельств до лариса аминь отлично хорошая свобода знаете это не к тому что сейчас прозвучало вот данная свобода это очень важный аспект получить вот такую свободу от обстоятельств это очень важно и это очень ценное приобретение обязательно нужно эту свободу от любых обстоятельств кроме господа кроме господа мы зависимо от господа хранить от обстоятельств мы независим давайте скажем аминь 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 и есть некоторое предостовережение в плане свободы есть еще некая такая трактовка и господь не сказал свобода как вседозволенность да не будет этого с нами давайте тоже скажем аминь 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 чувствуете да что одно и то же слово с разным содержанием амор а может не с ним совершенно разную смысловую нагрузку есть от обстоятельств зависимость от царства божьего это замечательный вид свободы в которую господь нас ведет он к свободе призвана вы это об этом но есть вот некая такая неподотчетность это вседозволенность человек себе выбрал некий стереотип поведения некий образ мышления и независимо от того удобно это другим неудобно является ли это ценностью царства либо это его личное мировоззрение как твердыня она приводит человека вот к такому состоянию некая вседозволенность и это очень неудобная позиция для многих хотя люди не знают какой реагировать на такую свободу потому что люди говорят правильные вещи библейские вещи а дух не согласен с такой свободой слава богу сегодняшняя у нас будет тема мы сегодня движемся тематически мы сегодня поговорим об утверждении пророческих команд потому что любая команда она формируется для чего-то и у командного служения у командного объединения как у всего командного есть цель для чего-то собирается команда есть воровская да в мире мы видим когда группировки подростков собираются это очень небезопасные вещи и когда собирается команда христиан для чего они собраны просто так потусоваться это не тип команды да просто так пообсуждать какие-то темы может быть собрать команду для того чтобы самоутвердиться в лидерской позиции пусть будет много и говорят хоть о чем такие команды тоже есть и не советовала бы я вам участвовать в таких командах у командного служения есть как правило команды собирает господь чего-то и говоря о нас мы растим лидеров идет активация людей созидание людей для того чтобы потом эти люди служили сегодняшнее наше занятие я заложим давайте библейское основание мне понравился этот стих он очень глубокий такой знаете не первый не второй уровень глубины порассуждайте над этим это будет деяние деяние 17 глава и давайте прочитаем с двадцать седьмого стиха два стиха деяния 17 два стиха двадцать седьмой и двадцать восьмой это как продолжение предыдущего разговора бог сотворивший мир и все что в нем он будучи господом небо и земли и вот дальше разговор идет о том дабы они то есть мы искали бога не ощутят ли его и не найдут ли хотя он и недалеко от каждого из нас ибо мы живем и движемся и существуем как и некоторые из ваших стихотворцев говорят мы его и рот и так мы будучи родом божиим не должны думать что божество подобно золото или серебру или камню получившему образ от искусства и вымысла человеческого очень мудрое исповедание мы его рот и мы собрались для той цели чтобы искать бога не найдем ли его как он нашел нас давайте скажем аминь утверждение или утверждение пророческих команд тема сегодняшнего нашего разговора и три единства бога это уже команда бог открывает себя в этих трех личностях и даже на основании этого мы можем сказать что господь советуется и прежде сотворения мира он советовался с премудростью господь не делал это ам не посоветовавшись даже внутри себя внутри своей троицы бог открывает себя в трех личностях господь конечно не ограничен этими тремя личностями но эти три личности они продемонстрированы нам в писании бог отец бог сын бог святой дух и когда мы говорим о трех личностях бог отец привлекает грешника к себе именно бог отец он именно возлюбил мир и поэтому он привлекает грешника к себе святой дух обличает человека грехах это работа святого духа указать на грех и сын спасает грешника по отношению к личности человека вот уже видна командная работа отец привлекает дух святой обличает наставляет назидает утешает сын он роль его в отношении человека здесь на земле спасать грешников понятно что это его не единственная роль в вечности но это не тема нашего сегодняшнего разговора командная работа командная работа если говорить про бога да если говорить про бога по отношению к человеку мы чуть-чуть коснулись но сотворение мира это тоже была командная работа сотворение человека это тоже была команда командная работа и таких моментов много давайте наверное даже с вами прочитаем из бытие как эта командная работа была проиллюстрирована и понятно что это самое начало бытие первая глава мы с вами прочитаем и сказал бог сотворим человека по образу нашему по подобию нашему и сотворил бог человека по образу своему по образу божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их и благословил их бог мы видим здесь два две подачи господь сказал сотворим по образу нашему и сотворил так все таки сотворим или сотворил когда мы говорим о командном служении мы говорим мы и когда то мы можем сказать и я и это тоже будет частью командного служения допустим мы можем отождествиться с церковью иисуса христа и сказать я невеста я церковь твоя очень много открывается через пророческие именно пророческие через осознание этого действия в народе божьем потому что за этим всем стоит воспроизводство команда основана команда работа основана на том чтобы воспроизводить по принципу плодитесь и размножайтесь в этом большой успех христианство большой успех того послания который который оставил иисус для своих учеников он сказал идите и научите все народы есть другой перевод идите и делайте учеников и в этом есть воспроизводство он виден во многих аспектах что командная работа она более продуктивна и вот это вот плодитесь и размножайтесь на земле это четко видно каждое растение даже дает породу своему размножаясь воспроизводится даже они там сотрудничают опыление взаимное опыление зависит друг от друга и все творение если на него посмотреть оно говорит о пользе и успехе командного служения вот одна из задач команды плодиться и размножаться воспроизводство то что именно такую работу Бог продемонстрировал мы с вами посмотрели сейчас в сотворении человека в сотворении мира понятно что это тоже было сотрудничество мы помним что когда Господь творил Дух Божий носился над водой все его внутреннее триединство оно участвовало во всем этом командная работа сама по себе она очень сильно увеличивает результативность и мы сейчас оттолкнемся от одного места в писании и по пунктам немножко разберем его это экклесиаст экклесиаст четвертая глава с девятого стиха два им лучше нежели одному потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их давайте скажем аминь 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 и двинемся дальше у них есть доброе вознаграждение в труде их ибо если упадет один то другой поднимет товарища своего аминь но горе одному когда упадет а другого нет который поднял бы его так же если лежат двое то тепло им а одному как согреться и если станет преодолевать кто-либо одного то двое устоят против него и нитка скрученная втрое не скоро порвется и вот давайте на этот стих немножко посмотрим посмотрим где бы это ни было в исполнении видения церкви или в бизнесе или в служении командная работа да она может воспроизводить и умножать умножать это то что мы сказали выше но вот в этом стихе что мы видим стих 9 у них есть доброе вознаграждение в труде их это обеспечение вознаграждение в труде это обеспечение следующий стих ибо если упадет один то другой поднимет товарища своего это моменты безопасности упал есть безопасная сфера когда тот кто рядом с тобой он тебя поднимет в этом есть утешение в этом есть утешение давайте еще посмотрим на защиту безопасность мы говорили давайте посмотрим еще на защиту если станет преодолевать кто-либо одного то двое устоят против него подкрепление двое устоят это и защита и подкрепление что нитка скрученная втрое не скоро порвется некая такая стабильность уверенность в крепости она не порвется командная работа это больше чем двое или трое но даже двое или трое скрученное по одному порвутся а скрученные втрое не порвутся крепость крепость смотрите даже вот в одном этом маленьком стихе если внимательно на него посмотреть мы видим и обеспечение и безопасность и защиту и утешение и подкрепление если внимательно смотреть на то как это рассмотреть в рамках командной работы командной работы давайте сейчас сначала с определением что же вообще такое команда а кто вообще как это понимает определение команды дайте кто-нибудь кто как понимает команду кто это такие можно сказать извиняюсь кто это был первый одежда ну я понимаю команда это коллектив людей которые чувствуют друг друга у которых единая цель они связаны как бы единой цепью такой связкой крепкой которые работают в согласии взаимопонимание взаимовыручки добивались какой-то определенной цели и результата прекрасно 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 я думаю это прекрасно прекрасно так оля оля микрофончик включите ага оля говорите я думаю это единомышленники которых одна цель одно направление которые хотят достигнуть вместе это все и которые каждый надеется каждый из команды надеется друг на друга который уверен в этом человеке что он его никогда не подведет и он что будет вместе с ним в этой связке идти до конца отлично отлично спасибо еще я еще могу сказать добавить можно Михаил от Светлана потом Михаил хорошо да я это ощущаю как командный дух это пропитаны все одной целью и когда даже невидимо когда я пропитан одной цели то даже без слов автоматически на другом конце планеты скажем если мы в одной команде мы стоим как вот как пикеты и оно передается в духе и мы уже даже бывает иногда даже не понимаешь а уже стоишь и делаешь одно дело мы как бы грани собираем какие-то важные составляющие отлично Михаил шалом святые слово божье говорит очень хорошо единодушные в союзе мира именно что бог дает нам союз и когда мы в этом союзе пребываем тогда мы понимаем друг друга и бог нам открывает то что для нас важно как команда потому что дух святой движет нами и у нас одна цель одно желание прославить бога не одна возможность делать все то что он приготовил для нас не силы не воинство но духом его аминь мы видите о чем еще говорим в исполнении какой-то цели мы много говорим о цели видения церкви но и в бизнесе есть и люди мира собираются в команду командная работа это не только духовное единство да но мы сейчас говорим да действительно о теле церкви это живое проявление служения тела команда становится примером жизни церкви и единство духа это очень важный аспект для того чтобы любое собрание святых оно достигало цели хорошо спасибо спасибо за ваше мнение и можно еще можно сказать Бушуева да 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 мы когда мы когда молились на языках я увидела такую картинку это все относится к команде что каждое слово оно летело просто как пазл и потом из этих пазлов собирались мечи больше меньше стрелы и все это в итоге собралось большой в один меч который просто вот горел огнем и это вот и есть наша команда ну и любая как бы люди которые собираются в духе вот так увидела очень здорово аминь можно собрать целую картину целое видение через командное служение да поведение муравьев пример успешных каждый что-то делает но в общем и целом вот это устройство грамотное устройство не зря нам говорят посмотрите на мышь полевую посмотрите на муравья посмотрите на пчелу посмотрите на все это это приводит к успеху это приводит к успеху давайте посмотрим еще несколько примеров смотрите 12 учеников 12 учеников 12 учеников Иисуса Христа посылались по двое по двое уже команда и у нас есть такой стих в левит в 26 главе один может прогнать тысячу и продолжите а двое тьму тим тьму тим тьму тим 10 тысяч да 10 тысяч есть еще такое десятки тысяч да один прогонит тысячу а двое десятки тысяч аминь сразу идет умножение умножение так вот давайте немножко по определению как бы все ваши высказывания соберем в единое определение есть такое понятие команды впрягшиеся вместе в ермо знаете как команда быков впрягшиеся в один плуг это потом подразумевает что там есть уже единство в разные стороны не потянешь работа не будет сделано это одно из переводов а так это группа людей работающих и включающих в себя некий такой порядок единство целей поэтому коллективные действия коллективные действия они будут учитывать очень важные вещи давайте вот так вот я некий такой короткий нам дам люди собрались команду строить дом но никто этого делать не умеет дом будет построен как вы думаете никто это делать не умеет нет конечно очевиден да очевиден что когда мы говорим впряглись вместе а пахать не может ни один ни второй значит кто-то хотя бы один должен уметь пахать чтобы научить другого и в команде строителей кто-то хотя бы один вот она лидерская позиция хотя бы один должен собрать людей и научить тем способностям которыми обладает сам и это один из ответов в плане для чего мы собрались чтобы потом каждый из вас начал делать учеников не просто выслушал не только научился строить дом но и начал строить дом поэтому давайте посмотрим на важные составляющие важные составляющие сначала цель должна быть определена как причина она может существовать сама по себе это причина собрать команду но определиться с этой целью с этой причиной не лишне определяется цель причина цель это как бы якорь по какой причине мы собрались команде все это дает силу и стабильность группе один человек допустим пришел в команду для того чтобы с пользой потратить время второй человек пришел от скуки третий человек пришел потому что устал от одиночества да четвертый человек избрал причину научиться пятый человек пришел потому что ему нужно нужны новые клиенты в сетевом бизнесе там шестой человек пришел для того чтобы со всеми этими людьми познакомиться потом начать их прозванивать и присоединять к своему видению и так далее и так далее и это это цели но это не единая цель и это уже не команда мотивация разная поэтому цель должна быть определена как причина чтобы у команды было понимание единства стабильности и это все потом вместе соединенная единую цель дает силу команде потому что если собрались все стрелки вместе и они стреляют 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 то поражено будет много целей много целей это важно понимать в каждой команде мы уже только что сказали нужен лидер ну или помощник лидера или член команды который наделен определенными навыками у бога есть структура он понимает пользу порядка это разговор сейчас идет о порядке в каждой команде должен быть тот который может научить но научить можно только того кто хочет если человек говорит я делать этого не буду научить невозможно вот уже две важных вещи мы с вами назвали должна быть цель должна быть причина и в каждой команде должен быть порядок вы в своих высказываниях говорили о сотрудничестве о взаимоотношениях о некой гармонии взаимоотношений и это можно одним словом ну наверное мне больше нравится единство единство как пребывание в согласии это быть едиными или быть в гармонии гармония взаимоотношений систематическое сотрудничество координация действий взаимоотношения и назовем это ну назовем это как единство важный важный аспект для команды теперь мы с вами говорили о том что собрались люди желающие исполнить нечто и допустим исполнить слово божье но способностей и навыков допустим у всех нет уровень мастерства тоже важно если человек не умеет строить дом и собрались все такие то какое бы не было сильное желание построить этот дом он не получится первый раз не получится может и второй раз не получится а может и третий раз не получится потому что здесь должен на этой площадке должен появиться хотя бы один способный это делать поэтому способность она позволяет исполнить исполнить есть такая связь между тем что в деле которому присоединяются люди есть те которые умеют это делать мы говорили с вами о единстве и говорили о том что должен быть порядок да каждой команде нужен лидер способности лидера они тоже очень важны только то что является практикой того лидера не теория практикой теория тоже важна знания тоже важны на практике эту практику можно продемонстрировать передать и это способность она позволяет людям исполнить то что они наметили допустим дальше собрались команды все умеют все умеют поговорили о том что хотим строить дом но делать не начали какие бы грамотные эти специалисты не были какими бы практиками они бы не были кроме разговоров дальше дело не пошло значит следующим важным аспектом является действия пророческая команда это практики это исполнители слова они слушатели только очень много людей теле христа давайте на это посмотрим они слушали и переслушали у них гаджеты не выключаются они едят любого рода пищу они наслушались уже такое количество здравых слов но к действиям так и не приступили это тоже приводит к переполнению к огорчению к разочарованию поэтому пророческая команда это исполнители значит еще один важный пункт действовать действовать когда мы с вами слышим о дарах если мы с вами начнем практиковать каждый на себе это испытал если не перешагнуть вот этот вот барьер начать действовать начать говорить когда я вызываю человека на молитву включить микрофон либо не включить его да ну страшно страшно тебя же будут слушать 20 человек действия действия далее я хотела бы сказать такой вот достаточно важный аспект способность видеть стратегию ту стратегию которую мы избираем чтобы исполнить командную цель ну как это можно определить это видеть пророческие видеть пророческие быть вдохновленными богом божественно вдохновленные когда каждый член команды принимает видение команды для себя как общее видение получается что-то от бога мы пророчески с вами начинаем прощупывать эту стратегию для исполнения и каждый допустим из нас принимает для себя это видение у нижнее Изнутри нашей команды даже можно посмотреть. Это желание пойти дальше, пойти дальше командой в служение исцеления и освобождения. Мы говорили только об освобождении, это один из аспектов исцеления. Но если шире на это посмотреть, то освобождение – это часть исцеления. Поэтому чем мы будем заниматься потом? Не все, хочу сказать, не все. Те, кто был активен, те, кто приобрел навыки, потому что мы с вами только что говорили, способность, умение делать пророческие вещи, быть активным – это важный аспект того, что этот член команды, он будет результативен и в следующем шаге. Те люди, которые мало решались, которые были пассивны, которые в силу разных причин нечасто бывали на площадке, рекомендация – еще один круг пройти на первом этапе, чтобы стать активированным в действии, в пророческом действии и в пророческих дарах. Уже на постоянной основе, не только в рамках команды, не в рамках школы, чтобы молитва была пророческая, само пророчество было, чтобы люди возлагали руки, чтобы не боялись молиться. Это раз за разом, когда практикуется, приходит вот эта свобода, о которой Лариса в самом начале говорила, от обстоятельств. Это не зависит от того, кто тебя слушает, где ты находишься, окружение, какое вокруг тебя, оно способствует тому, чтобы человек находился в поддержке. Или наоборот, это идет угошение того, что человек говорит, будут противники, будут те, которые подвергать сомнению все то, что делает человек. И практическое применение раз за разом приводит человека к тому, что способность растет, и он становится свободен и независим от обстоятельств окружающих его. Это тоже важный аспект. Очень важный аспект. Мы говорили дух команды. Дух. Духовное единство. Это, я бы сказала, вообще сердцевина. Потому что командная цель и видение, и стратегия, и навыки, они не будут ничего значить, если в команде проявляется неправильный дух. Что здесь важно для усиления распознания этих вещей? Очень важно. Смирение и послушание. Это очень важные вещи. Когда люди учатся, это основа. Только через послушного человека можно действовать, только через смиренное сердце можно действовать и расширять возможности человека. Если это бунтарская природа и непослушание, это вот такая вот свобода, о которой мы говорили, которая сродни вседозволенности. Хочу слушаю, хочу нет. Хочу принимаю, хочу не принимаю. Хочу практикую, хочу не практикую. То здесь будет успех, но не сразу. Потому что человеку должно прийти понимание, что сегодня ты смирен и послушен. Завтра команда, которую тебе Господь делегирует, она в таком же состоянии будет, как ученик. Они будут транслировать внутренний дух лидера. Когда-то он был смирен и когда-то он был послушен. Еще один важный аспект – верность. Верность. Бог ищет верного человека. В команде тоже важна верность. Это вот желание поддерживать. Радоваться служению других, росту других. Это дружить. Это поддерживать и ободрять человека. И в то же время быть верным тому, о чем в плане цели была некая такая договоренность в самом начале. Ну, например, люди сказали, я хочу учиться в библейской школе. Один-два раза появились на площадке и все, оставили. Не научатся. Понятно, что не научатся. У каждого человека можно научиться. У каждого человека. Есть и вещи в рамках даже сокрытых возможностей. И если постоянно и верно находиться в общении, то эти вещи можно рассмотреть. А если человек пришел, посмотрел, глянул, сказал, что это не для меня, это не в плане осуждения, мы просто разбираем, то опереться на такого человека нельзя. Он появился раз, ну, может быть, в конце еще раз, где-нибудь в середине еще раз. Мы сами, когда смотрим на команду, мы сами этот голос как будто бы учитываем меньше. Почему? Потому что мы понимаем, что этот человек, он неверен. Вот, в частности, той цели, ради которой и мы, в частности, собрались. Мы проверяем вот эти вот вещи на малых примерах. Для чего? Для того, чтобы понять, быть гибкими, быть гибкими. Для того, чтобы каждый из нас желал принять коррекцию, если это относится, допустим, к вам. Это признак духовной зрелости. Это высокий признак духовной зрелости. Смирение, как бы, является способностью принимать коррекцию во многих вещах. И мы, когда говорим с вами о верности, порой даже о верности Богу, о преданности Богу, да. Преданность – это уже тот поступок, когда, ну, вот в мусульманских странах там вообще головы отрезают за верность Богу, и люди не отказываются. Преданность должна быть выражена она не только словом, но и поступком, позицией. Она не требует того же самого, тех же самых обязательств от ближнего окружения. Это внутреннее состояние, это внутренняя позиция. Хороший член команды, их видно, кстати. Это очень позитивные люди, они верят в лучшее. И это очень важный аспект – преданность. То есть не лидера, а Господу, делу, цели. Мы всякий раз с вами подчеркиваем, что наше собрание, наше единство, наше церковное общение, как Вселенской Церкви, всякий раз напоминает нам постулат Божий о том, что у Бога нет лицеприятия. Собираются люди для того, чтобы поделиться способностями, предоставить человеку возможность для того, чтобы плодиться и размножаться, для того, чтобы впрягаться в то же самое дело, в дело царства, чтобы научить его правильно не только помышлять о горнем, но и действовать в этом горнем, уже как служитель. И смотрите, как много мы с вами набрали важных составляющих. Еще раз их перечислил. Цель. Собирается команда. Для какой цели? По какой причине? Это даст силу и стабильность преодолеть вот этот вот некий марафон. Силу и стабильность закончить библейский класс. Силу и стабильность учиться, практиковать. Силу и стабильность превозмочь какие-то обстоятельства. Перешагнуть через страхи. Стабильно, стабильно обучаться, активироваться в дарах Святого Духа. Есть цель. Хорошо? Хорошо. Цель есть. Существует некий порядок. В каждой команде мы говорили, что нужен лидер, либо помощник лидера. Это некое такое структурирование. Бог он, Бог порядка. Лидер, который обучает. Единство, гармония, сотрудничество во взаимоотношениях. Единство может быть определено как пребывание в согласии. Или можно сказать так, согласие в команде. Принятие, единство и принятие людей. Не просто сам обучаюсь, но понимаю, что я един на сегодняшний день с этой командой. У меня есть цель, и в этой команде есть лидер. Способность к исполнению. Мы с вами говорили о том, что мы обучаемся этим способностям. Если не научиться, то цель не будет достигнута. Обязательно должен быть тот, который обучает. И мы формируем из каждого из нас именно таких людей, которые, имея уже способности и навыки, они возьмут на себя ответственность. Мы говорим уже о зрелости, о зрелых служителях. И вот этот вот начальный этап соединиться. Вот заметьте, самое начало. Люди разные. Вот сейчас я тоже посмотрела на новый состав команды. Есть и новообращенные. Есть люди очень, скажем так, возрастные. Есть люди, которые являются непосредственно служителями, прямыми служителями. Есть люди вообще сломанные по разным причинам. И вот из этого количества людей, такими мы были в самом начале, есть вообще новообращенные, которые услышали и захотели. Вот такие. Есть люди, которые очень долго ожидали, они горят. И вот они сейчас соберутся для того, чтобы стать единой командой. Где-то кого-то нужно потерпеть, где-то нужно поддержать, где-то нужны взаимоотношения и сотрудничество. И это сформирует то единство, которое есть у нас сейчас. Я это с уверенностью заявляю. Вот на это давайте скажем аминь, если вы согласны. Аминь. В нашей команде уже есть единство. Это сотрудничество состоялось. Эта гармония во взаимоотношениях состоялась. И вот эта способность формировать других, она тоже реализована. Для чего? Для того, чтобы следующий пункт. Стать исполнителем слова. Действие. Действие. Еще один пункт. Видение. Видеть стратегию. Дух команды. Через послушание и смирение. Дух команды. И распознание неправильного духа. Мы этому тоже учились. Распознание неверной атмосферы. И мы еще с вами говорили о верности и преданности Господу. О том, чтобы двинуться дальше. Делать учеников. Формировать людей на дело служения. И то, что мы с вами заложили как базу и сформировали команду. И эта команда захотела вместе с остальными членами команды двинуться дальше. говорит о том, что вот этот путь нами пройден весьма хорошо. Сегодняшнее наше служение закончено. И я попрошу пророчески помолиться сейчас Катю Придихину в завершении. Помолиться и попророчествовать. Ага, всем. Здравствуйте. Сейчас, секундочку. Олег, Господь, я благодарю Тебя. Меня хорошо слышно? Хорошо. А то я сегодня прям прислушивалась половина занятия. Я благодарю Тебя за сегодняшний день, за сегодняшнее солнце, Господь. За те лучи, которые посылаешь Ты каждому из нас. За то, что Ты обеспечиваешь всем тем, чем Ты считаешь нужным, Господь. Это светом, это силой, это нужными знаниями, это нужным пониманием, Господь. Я благодарю Тебя за каждого брата и сестру в этой команде, Господь. Я благодарю Тебя за нашего лидерского служителя, Господь, который точно и абсолютно уверенно по Твоему призыву, по Твоему призванию, Господь, обучает нас, помогает нам. Не только теоретически, но и практически. Я знаю, что это только начало, Господь. Я благодарю Тебя за каждый урок, за каждый день, прожитый вместе, за каждое слово Твое, за каждое пророчество, которое здесь звучит, звучало и будет еще звучать, Господь. Я благодарю Тебя за силу ощущений, за силу видений, которые из урока в урок мы чувствуем, мы проходим, мы видим, мы проживаем, Господь. Я знаю абсолютно точно, что это от Духа Святого. Господь, я благодарю Тебя за то обучение, которое ждет нас впереди. И я абсолютно уверена, что каждый, кто сказал да, всем нам. Это просто необходимо, Господь, потому что это Твоя воля. Это Твое Божье благословение. Это Твой Божий дар, Господь. Это Твое, вероятно, помазание, Господь. Я благодарю Тебя за этот свежий ветер, который я сейчас ощущаю. Я прошу усилить всю команду в служении каждого, показать служение каждому, дабы мы поставлены Тобою в единую команду, в единое войско, снаряжены по Твоей Божьей воле, Господь. Я это вижу, я это знаю. Для того служения, которое Ты избрал для каждого из нас, Господь. Пусть мы войдем во все силы, во все мощи в это служение, Господь. На благо людям, во славу Тебе. И прям вот по поводу пророческого слова. Аминь, кстати, аминь, да. Аллилуйя, Господь. Тридцать три богатыря вышли по морю ходя. Вот так вот я вижу прям снаряженных, сильных. И у меня однажды было видение, я его не озвучила, но до сих пор жалею. И я увидела такую гору с камнями, очень мощную, ну не большую горку, очень мощные камни начали вываливаться. Так с разных сторон. То-то сверху, кто-то снизу. И я увидела большую мудрую черепаху. Такую большую-большую, прям огромную. Прям по сравнению с этой кучей у ней были такие. Был такой твердый, прочный панцирь из огромных вот этих вот кругов таких. Ну я, конечно, поняла, что значит эта куча с камнями, что значит эта огромная черепаха мудрая. Вот, поэтому да и аминь. Я хочу сказать Богу нашему. Спасибо Богу за то, что Он у нас есть, за то, что Он всё это для нас делает, для того, что Он нас собирает в это единое войско. Я абсолютно уверена, что это Божья работа и всё, что будет впереди. Это действительно всё то, что укрепит каждого из нас и ведёт в своё собственное служение. Для блага людей, для помощи людям. Вот так, дорогие мои. Аминь. Аллилуйя, спасибо, Катя. И нитка. Аминь, аминь. Скрученная, нескоро порвётся. Аминь. А мы с вами канат. Аминь. Канат скрученный. Этот точно не порвётся. Аллилуйя. Хорошо, дорогие. Повершаем. С миром Божьим. Шалом всем. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok